В новом сезоне исчезновения в игру были добавлены новые перки на оружие. Их немного, всего 6. Но я уверен, что если ты получишь оружие с каким-то из них, ты, конечно, захочешь понять, как он работает и стоит ли его использовать. Что ж, давай в этом видео коротко пробежимся по каждому из новых перков. Я расскажу, что он делает, ну это если лень читать описание в игре, да? А еще быстро расскажу, где, на мой взгляд, можно его применить. Перк Стреляй-Подбирай может попасться на оружие Лисичка, Слуга Народа и Вальфтон. Все это оружие, кстати, на белых патронах. Ну, с этим перком я знаком, он был в первой части игры и тогда, кстати, тоже встречался на оружии из дополнения, связанного с пробудившимися. Кажется, это их прикол. Благодаря этому перку вы сможете подбирать пачки патронов, выстрелив по ним из оружия с этим перком. А он мало того, что пополнит запас патронов за пачку, так еще и перезаряжает все ваше экипированное оружие. Да, в этом сезоне у нас критическое изменение. Теперь белые пульки бесконечны. Но ведь патроны на специальное или тяжелое оружие могут быть в дефиците, и если вы оказываетесь зажатыми в какой-то сложной активности, так что и носа из-за укрытия не высунуть, патроны кончаются, а до пачки бежать не вариант, то вот тут ваш этот перк-то и выручит. Другое дело, что обычно мысль «эх, сейчас бы стрельнуть по вот той пачке и подобрать ее» скорее возникает, например, в грандмастере или в рейде, может быть. А там у нас уже как-то есть понимание того, какое оружие брать. И занимать слот под перк «стреляй-подбирай» вместо какого-нибудь перка на урон или ускоренную перезарядку мы вряд ли захотим. Так что, ну, прикольный перк, но в гадролы он точно не включается сегодня. Ну и еще один важный лайфхак. Если у вас есть, допустим, ракетница месть Хэзен с рейда «Хрустальный чертог» с перком «Переполнение» или любая другая, то при пустом магазине перк «Стреляй-подбирай» может зарядить в нее три ракеты, что, как сами понимаете, очень полезная особенность, которая может пригодиться в массе случаев, раз уж перк «Трипот» нам не завезли все еще. Перк «Надгробие» может выпасть на лисичке, узах мира, сожалении рида, убиваете противников Крит и в месте его смерти вырастает нарост стазиса. Размер нароста зависит от мощности врага, скажем, из обычного красного прислужника. Маленький осколок, а на месте огра вырастет целый айсберг. По правде говоря, я бы присмотрелся к этому перку, на мой взгляд, он из всех этих новых один из самых интересных. Стазис все еще играет важную роль на поле боя, так что дополнительный способ создания его кристаллов потенциально может быть интересен. Я побегал с этим перком на револьвере «Лисичка» в ПВЕ на старте сезона и в ПВП потом зашел, уже говорил о нем в прошлом видео. И правда думаю, что в скором времени буду комбинировать его с какими-нибудь способностями стазиса поактивнее. Так что пока не пылим пушки с этим перком, но и никто не говорит, что это имба. Просто напомню, что до этого кристаллы без выбора стазис подкласса можно было создавать только экзотиками. А теперь вот вам легендарочка, да еще и с бесконечными резервами. Круто ведь? Следующий перк «Гармония» может быть наролен на довольно большом количестве нового оружия, да и свойствами своими тоже обращает на себя внимание. Добивающие попадания из другого оружия ненадолго увеличивают урон, наносимый этим оружием, а также его эффективность. Грубо говоря, перк на урон, по типу уже известных нам киллерского магазина или полосы удач, только заряжается через другое оружие. Мне кажется, что интересным может быть комбинация вашего оружия на основных патронах и какого-нибудь энергетического или силового оружия с перком «Гармония». Настреляли мелкого мобья из вашего револьвера или пистолета-пулемета, а потом переключились на плазменную винтовку с активированным перком «Гармония» и врезали по мощному противнику с увеличенным уроном. В общем, круто, надо к нему тоже присмотреться. Перк ансамбль. Если рядом находятся союзники, у оружия повышается удобство и скорость. Ну, уже не раз мы видели подобные перки в игре, которые призваны бафать те или иные свойства оружия от нахождения рядом с союзниками в команде. Есть ли от этого толк? Почти никогда нет. Ансамбль не увеличивает урон, а лишь улучшит стабильность и удобство. Плохо себе представляю, где это может понадобиться до такой степени, чтобы прям искать этот перк. При том, что сейчас еще баррикада Титана тоже улучшает стабильность и просто проще ее тогда поставить коротенькую. Все же, среди подобных особенностей, рассчитанных на командное взаимодействие, лучшим остается линия огня. Та хоть урон повышает. Ах да, этот перк тоже может попасться на половине сезонного оружия, что означает, что он будет вас только бесить. Тем, что выпадает при фарме чего-то действительно нужного. Набис. Следующий перк с брутальной иконкой. Прицельные добивающие попадания увеличивают дальность стрельбы этого оружия. А не прицельные добивающие попадания. Снимают эффекты увеличения дальности, но увеличивают точность и стабильность после исчезновения всех эффектов. Может выпасть на револьвере правосудие, лисички, импульсной винтовке из осириса посланник, револьвере магматический молот, оттуда же, на автомате хризидида мела и на пистолете все на выход. Господи, да что в этом сезоне с названиями? Тоже на мой взгляд интересный перк, так как дает бонусы не только за убийство в голову, но и за неприцельные убийства тоже. Пока что он падает на том ограниченном количестве оружия, что я назвал. Но скажем, если он будет появляться на пистолетах-пулеметах, то в ПВЕ на чистке мобов он будет весьма хорошо ощущаться. В неразберихе вы не всегда можете метко отстреливать врагов в крит. Так что возможность получать баф за какое угодно убийство звучит заманчиво. Ну и Адажио, последний перк этого сезона. После уничтожения цели, это оружие в течение короткого времени медленнее стреляет, но при этом наносит дополнительный урон. Последний вздох, правосудие, лисичка, разметист, вольфтон, это еще не полный список оружия, на котором может выпасть этот перк. Но стоит ли на него обращать внимание вообще? Звучит же интересно, если из 180-го револьвера лисичка, он бы сделал например 140-й револьвер, увеличив урон. Да, я тоже так думал до тех пор, пока не высчитали, что падение скорострельности составляет 15%, а увеличение урона при этом 25%. Это приводит к общему увеличению вашего ДПС всего на 6%, что вдвое меньше хотя бы одного стака от перка полоса удач. А значит перк не может быть интересен ни в ПВП, ни в ПВЕ. Вот вроде бы весь список перков. Да, было бы наивно ожидать, что каждый из них будет полезен, но все же пара интересных особенностей есть. Зарядить 3 ракеты например, или создать кристалл стазиса за одно убийство. По-моему это отличные варианты. Спасибо за просмотр, удачного вам лута в новом сезоне. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео и стримы. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok